Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия Они защищают право новых российских регионов, жить на своей земле, обеспечивают стратегическую безопасность России. Рашид Тимрезов сказал, что все послание президента базируется на идее объединения России, объединения человеческих, экономических, оборонных ресурсов, которые сейчас должны быть направлены на защиту России. Программа социальной газификации будет продолжена в России. Об этом сообщил президент страны в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Далее цитата. Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение ее распространить на социальные объекты. Детские сады и школы, поликлиники, больницы, ФАПы, сказал Путин. Глава государства отметил, что для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. И они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения. В рамках данной программы от жителей Карачао-Чекесии уже поступило 3506 заявок на подключение к сетям газоснабжения. Газопроводы построены до границ 3025, а это 88% домовладений. Из них 1489 фактически пользуются газом. Жители Черкеска подали 504 заявки. Исполнено до границ земельного участка. Заявитель 437. Ее выполнено подключение 218. В зону проведения специальной военной операции по поручению главы Карачао-Чекесии Рашида Тимрезова отправились руководители администрации, главы и правительства Республики Муратозов и заместители председателя правительства региона Евгений Поляков. Они передали бойцам очередной груз снаряжения и обмундирования, а также обсудили с военнослужащими, какая им необходима дополнительная помощь в обеспечении, как налажена связь с родными и близкими и другие возникающие проблемные вопросы. Представители регионального правительства побеседовали с нашими бойцами, поинтересовались, как налажена связь с их родными в Карачао-Чекесии и не поступают ли оттуда какие-то тревожные сигналы, есть ли какие-то проблемы по выплатам. Кроме того, они передали нашим военнослужащим приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы, вещевое обмундирование и продукты питания. На передовую в составе груза также отправились пять сотен экземпляров спецвыпуска газеты «День республики», приуроченного ко Дню Защитника Отечества и посвященного землякам, участникам спецоперации. Солдаты и офицеры получили и более трех тысяч писем от школьников региона с добрыми пожеланиями и словами. Врачи и представители Роспотребнадзора по Карачао-Чекесии встретились с журналистами республиканских средств массовой информации, чтобы в очередной раз довести до населения важную информацию. Палеомиелит, болезнь с летальным исходом. Общая задача для всех сейчас – это преодолев предрассудки принять ответственное решение в пользу необходимости вакцинации. Информацию комментирует главный санитарный врач Карачао-Чекесии, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Бескокотов. Неимунные к полиомиелиту дети могут заразиться и заболеть этой болезнью сами, а также обусловить вспышечную или эпидемиологическую заболеваемость среди населения республики. В создавшихся условиях единственная мера, гарантирующая предотвращение распространения полиовируса среди детского населения, является дополнительная иммунизация детей живой оральной вакциной против полиомиелита, сокращенно ОПВ, в виде капель. В исключительных случаях при иммунизации детей, не получивших ранее ни одной дозы полиовакцины, это дети трехмесячного возраста, дети непривитые по любой причине, в том числе отказники, необходимо использовать только инактивированную полиовакцину, это в виде инъекции. Если отказался, естественно, мы, это Министерство образования, совместно с медицинскими работниками, вопрос прорабатывается, если это можно решить в составе детского сада, в виде групповой изоляции, выделить какую-то группу, либо это в классе. Дело в том, что этот возраст подразумевает, сами понимаете, только первый, второй, третий класс, в основном дети, дальше старшие классы уже вакцинации не подлежат. Поэтому, возможно, выделение какого-то класса в отдельном здании, в отдельном корпусе или отдельном крыле, куда эти детишек все будут. Существует также возможность проведения дистанционного обучения. У нас сейчас очень много электронных средств, которые позволят это сделать. И в продолжение этой же темы. В Республике в два тура будет проведена вакцинация от полиомелита. Планируется вакцинировать детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет, в период с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля. При этом за месяц до начала первого тура дополнительной иммунизации медицинские учреждения Республики прекратили вакцинировать детей, чтобы соблюсти необходимый интервал. Заместитель главного врача Черкесской городской детской больницы Изабелла Тлябичева подчеркнула, что вакцинация является добровольной и перед прививкой ребенка в обязательном порядке осматривает врач-педиатор. Это тяжелое, опасное инфекционное заболевание, вирусное, которое поражает скелетную мышечную мускулатуру. И опасность еще тем, что паралично вступает не только мускулатура скелетная и гладкомычная, но и паралич дыхательного центра, что, конечно же, смерть. Не для того, чтобы пугать родителей, а для того, чтобы имели понимание, что это за заболевание. Единственной мерой предотвратить является вакцинация. В Карачае-Черкесии после длительного снижения годовая инфляция незначительно выросла. Основное влияние оказала декабрьская индексация тарифов ЖКХ, что привело к росту расходов тепличных предприятий, медицинских клиник и арендодателей. Расходы тепличных хозяйств выросли после повышения в декабре тарифов на энергоресурсы. Дополнительные затраты на отопление потребовались также из-за более холодной погоды по сравнению с январем прошлого года. Свои издержки предприятия перенесли в цены, а в результате помидоры и огурцы в республике подорожали. Вместе с тем, за счет хорошего урожая зерновых культур прошлого года скорректировались расходы животноводов на корма и затраты производителей изделий из пшеничной муки. В связи с этим снизился рост цен на мясную, молочную и хлебоволочную продукцию. Ситуацию комментирует Рауф Тугов, заместитель управляющего отделением Банка России по Карача-Черкесии. В январе медленнее дорожала парфюмерия и косметика. Повлияло снижение потребительского спроса. Благодаря увеличению предложения бытовой химии российского производства снизился рост цен на моющие и чистящие средства. Вместе с тем, из-за ослабления рубля выросли годовые темпы прироста цен на обувь, трикотажные изделия, медицинские и электротовары. Индексация тарифов ЖКХ также сказалась на динамике цен в сфере медицинских услуг. Кроме того, подорожала стоимость аренды однокомнатных квартир. При этом замедлился рост цен на телекоммуникационные услуги. Оказала влияние маркетинговая политика одного из операторов сотовой связи, благодаря которой снизилась базовая цена тарифных планов. По прогнозу Банка России, в базовом сценарии, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В этом году международная историческая акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Она пройдет в пятый раз на площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В этом году основными темами диктанта станут победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. Ну и последняя информация. В длинные выходные на курорте Архиз пройдут спортивные соревнования, праздничные развлекательные программы и масленичные гуляния. 23 февраля на центральной площади курорта Архиз в 11 часов стартует развлекательная программа с музыкой и конкурсами. С 12.30 до 14 часов на катке пройдут соревнования для всех желающих. В хоккей играют настоящие мужчины. А с 16.00 над курортом будут звучать диджейские сеты. 25 февраля праздничную программу курорта продолжат детские и семейные старты Архизенок. Участники от 6 до 14 лет и их родители посоревнуются в дисциплине с лаломбоны. В воскресенье 26 февраля гости Архиза смогут проводить зиму на традиционных масленичных гуляниях. С 11.00 и до конца горнолыжного дня на курорте будет звучать музыка. На центральной площади пройдет анимационная программа и костюмированное шоу. Кульминацией дня станет сжигание чучела масленицы. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3. В горах минус 3, 8. На дорогах Республики местами гололедится и в горах сохраняется ловина опасность. В Черкесии осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Столбик термометра опустится до 2 градусов. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия.